Глава 60 Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господне взошла над тобою. Какую благодать показывает это повеление? Если свет уже пришел, то нужно ли, чтобы просвещались все? Желают они или не желают? Не так. Подобно тому, как солнечный свет освещает не только вследствие своих лучей, но и вследствие здорового состояния глаз. Так необходимо, чтобы находились люди, которые бы получали благодать того света, и не удаляли ее от себя. При обилии благ мы предаемся лености и делаемся недостойными даров. Чтобы этого не происходило, пророк прежде увещевает нас к тому, чтобы мы сделали достойными принять такой свет. Потому он и повторяет, светись, светись. Здесь пророк говорит о свете знания, и нет ничего драгоценнее того света, который дает радость и удерживает от печали. И слава Господне взошла над тобою, посияет. Смотри, в каком свете говорит пророк. Он говорит о том свете, с которым соединяется слава Божия. Славой Божией пользуется именно тот, кто ведет жизнь в правильном порядке, одаренную добродетелями. Зачем он не сказал, происходит, но воссияет. Затем, чтобы показать будущее обновление их. Слава Господне, которая была у них и прежде, отступила. Теперь же она должна явиться вновь, так чтобы они подверглись или наказаниям, или наградам. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Когда воссияет этот свет, то нужно, чтобы им просветились все и повсюду. А те явления, тьма и мрак, будут происходить не по необходимости или насилию, но будут добровольными. И придут народы к свету твоему, и цари, к восходящему над тобою сиянию. Висли превосходство действия света. Он прекрасен и просвещает царей. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Все, что возвещено в этой главе, было обетованиями, которые должны были исполниться после возвращения из плена. Если же что не исполнилось, то это совершилось по причине их недостоинства. Некоторые понимают это относительно церкви, а прочее относительно воскресения. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. То есть ты был пленником не по причине моей слабости. Потому, если дело обстоит таким образом, он может освободить тебя, как и сказал, за милость мою возлюбил тебя, но не за твою добродетель. Ты подвергся наказанием за твои грехи, и милость произошла не из твоей добродетели. И откроются врата твои всегда, и не затворятся день и ночь. Это сказано относительно народа, оставшегося вне веры, чтобы такими словами увещевать его к возвращению. На самом же деле это исполнилось в церкви, так как врата ее открыты всегда и никогда не затворяются. Стих 19. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Каким образом? Не оскудеет. Свет светил, но он будет светить не так, как будет светить Господь. Свет светил освещает на время только тело, а свет Бога освещает как тело, так и душу. Видишь ли чудеса? Бог показывает благодеяние, которое он намерен даровать народу после возвращения из плена. И вместе с тем предсказывает, что он дарует в Новом Завете великую благодать, потому что не только будет светить свет светил, но гораздо лучше. Свет Божий будет просвещать умы и помышления, тот свет, от которого народ намерен был отступить. Отсюда открывается и то, что он обещает им, иудеям, не духовные дары, но золото, серебро, медь, железо, овнов, кипарисы, лавры. Итак, иудей, обрати внимание и не надейся ни на что иное, кроме благ телесных. Хотя свет луны или солнца иногда иссякает, однако это происходит не от их природы, но от грехов, которые народ навлек на них. Потому Бог и говорит, будете ходить во свете светил без страха, а потом всякая печаль отнимется от тебя, исполнятся дни рыдания твоего. Здесь пророк говорит также о внезапной смерти, которой больше не будет. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется. И народ твой весь будет праведный. Навеки наследует землю, отрасль насаждения моего. Дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, а от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Это не Бог совершил, а совершили они сами. Бог привлекал их на небо, а они отпали по своей негодности. Мне, говорит, угодно, чтобы то, что я насадил, пребывало для моей славы.